Итак, предположим, вы посмотрели несколько моих видео. Вы молодой парень, только вступивший на путь стиля, или мужчина, который хочет измениться. Только пришли из армии, пережили развод. Что-то произошло в вашей жизни, что сподвигло вас поменять себя. Друзья, цель этого видео – помочь вам избежать потери денег и времени, чтобы помочь вам в совершенствовании вашего стиля и перехода на новый уровень. В этом видео, господа, я расскажу о 10 ошибках, которые делают юные мужчины. Но не обязательно быть парнишкой, чтобы совершать их. Вам может быть 40, 60, когда вы возьметесь за свой стиль. Цель этого видео – снабдить вас инструментами, чтобы избежать больших денежных ошибок. Ведь вы можете вложить во что-то очень много, в том числе и времени, и ничего не получить. Это было написано Натаном на Iron & Tweet. У него шикарный блог, вам определенно стоит его посетить. Я встретил его на StyleCon. Это одно из лучших мероприятий, господа. Там мы с вами можем встретиться лично. И еще сотни мужчин, которые стремятся повысить свой уровень стиля, для чего мы его и организовали. И первая ошибка, которую делают юные парни в своем стиле – это путают неудобное с непривычным. Когда вы начинаете стильно одеваться, вы не носили ничего подобного. Вы интересуетесь, что думают люди, и получаете разные ответы. Вы переживаете об этом, вы не уверены, какие пуговицы, как сочетать вещи. Но спустя месяц, вы начнете получать комплименты. Вы начнете осознавать – о, эти вещи работают. И если вы наденете что-то из старого, вы почувствуете себя странно. Друзья, вот чего я хочу. Чтобы вы чувствовали разницу между тем, что вам некомфортно в одежде, и тем, что вы к ней еще не привыкли. Вторую ошибку, которую совершают молодые люди, зачастую перья или недоодеваются. Если вы приобщаетесь к стилю или начинаете лучше одеваться, может быть вы по-настоящему любите носить спортивные пиджаки, вам необходимо обращать внимание на окружение. Ведь если вы пойдете на мероприятие, где люди будут одеты повседневно, поймите, что вы должны находиться на высоком уровне стиля. Но вам не стоит надевать классический пиджак, спортивный. Вы можете надеть повседневную одежду, но убедитесь, что она на вас хорошо села. Большинство мужчин приравнивают одеваться с иголочки и носить костюм. Господа, поймите, всякое окружение, неважно, в повседневном стиле или смокинге, в любом случае стоит придерживаться нюансов. Как одежда сидит на вас, правильного ли цвета, стиля, соответствует ли вашей фигуре и пропорциям. Третья ошибка – покупка отдельных нарядов вместо формирования взаимозаменяемого гардероба. Тут, возможно, путаница, позвольте мне объяснить. Зачастую вы в магазине пытаетесь подобрать идеальный наряд, но что вам нужно делать? Основываться на классических вещах, потому что классические части одежды, они на то и классические. Они прошли проверку временем. Вам не стоит сочетать вместе фиг... Я хотел сказать диковинные вещи. Что-то, возможно, слишком привлекающее внимание. Проблема с этой одеждой в том, что очень трудно сочетать с остальными вашими вещами. У вас может быть три наряда, и вы не сможете ничего поменять. Или у вас может быть три взаимозаменяемых наряда. Разделив их на составляющие, вы можете составить целых девять. Чувствуете разницу? Ошибка номер четыре – это следовать стадному чувству, так называемым модным трендам. Некоторые тренды могут быть забавными, но вам стоит быть осторожным, ведь что-то может не пойти вам, или же быстро выйдет из моды. Что касается костюмов, они могут быть очень широкими или в облипку. Знаете, полностью обтягивающие джинсы. Я говорю, что это вам не подойдет, но я скажу – остерегайтесь, особенно если это дорогая покупка и не прошла тест временем. Пятая ошибка – покупать слишком много за раз. Большинство молодых людей идут, скажем, к портному и покупают три костюма на заказ. И они совершают отличную сделку, в восторге от этого. Но дело в том, что они еще не определились со своим стилем, еще не знают, как они хотят одеваться. И спустя пару лет они посмотрят на эти три костюма и такие – «Ну, я не особо хочу их носить, ведь я только решил, что мне на самом деле нужно». Господа, главное, пока вы молоды, стройте свой гардероб вещь за вещью. Шестая ошибка – это ношение темных рубашек. При выборе рубашек стоит придерживаться белого и светло-голубого цветов. На этих цветах должна основываться покупка первых пяти рубашек. Понимаю, кажется невероятно скучным, но они взаимозаменяемы, и это классические цвета, которые подходят к большинству костюмов. Когда вы начинаете с темных рубашек, просто поймите, темные рубашки – не для костюмов, просто по определению. Их трудно сочетать, потому что они более повседневные, и трудно будет найти подходящую модель. Внезапное предупреждение – господа, опасайтесь обуви с квадратным носком. Я не посвящаю этому отдельный пункт, просто держитесь от них подальше. Если только у вас не квадратные ступни, тогда все в порядке. Но если нормальная форма ступней, избегайте такую обувь. Седьмая ошибка в стиле – это ношение классических рубашек на выпуск. Я знаю, что большинство молодых людей любят носить рубашки подобным образом. Это круто для футболок и рубашек с пуговицами на воротнике, которые сделаны, чтобы их носили на выпуск. Если вы ничего не знаете об этом, вот ссылка на мое видео, где я объясняю, когда нужно заправлять рубашки и еще много интересного. Но главное, если это классическая рубашка, она должна быть заправлена. Восьмая ошибка в стиле – смешивание формальной одежды с неформальной. Это две полярности, диаметрально противоположные, не стоит пытаться их смешивать. Я знаю, что некоторые, особенно молодые люди, хотят экспериментировать даже для небольшой забавы. Но эти вещи никак не существуют вместе. Избегайте смешивания формальной одежды с повседневной. Это не работает. Девятая ошибка – перебор с сочетаниями. Вижу, как многие парни любят одеваться во все черное. Может быть, добавят чуть серого. Но когда они делают так с каждым цветом, это становится безумно. Наряд может быть полностью оранжевый, желтый, белый. Вы знаете, но если вы перебарщиваете с этим, соответствие вещей перестает работать. Последняя, десятая ошибка, господа – перебор с аксессуарами. Множество парней надевают на себя шляпу, часы, используют парфюм. И это должно быть шикарно, и чувствовать они должны себя уверенно. Но, знаете, я люблю все это. Но когда они перебарщивают с этим, они делают по 10 пшиков духами за раз, надевают по три пары часов на одну руку и пять на другую. Друзья, этого не стоит делать. Используйте немного аксессуаров, чтобы они что-то означали. Получайте от них удовольствие, экспериментируйте. Но чтобы это не выходило за рамки разумного. Если вам кажется, что уже перебор, и вам нужно руководство, бесплатно присоединяйтесь к сообществу на Facebook, которое я создал. Я вам говорю, там очень доброжелательные люди. Они могут подсказать или дать немного конструктивной критики. Но это будет по-дружески, чтобы вас поддержать. Вот что вам нужно. Господа, надеюсь, вам понравилось. Прочитайте статью к этому видео. Нейт отлично постарался над этой статьей. Прочтите ее на Iron and Tweet. Господа, на этом все. Увидимся в следующем видео.